Приветствую вас, и в первую очередь то, что я увидел у вас в тексте, это нежелание признавать, нежелание брать на себя личную ответственность за то, что с вами происходит. Это касается частности восприятия каких-то моментов, это касается частности цены своего выбора, это касается цены своих симпатий, это касается цены своих предпочтений и так далее. Вы говорите о том, что Морвегия это очень свободная страна, в которой начинаешь чувствовать себя свободнее и так далее, и так далее, и так далее. Вот вы пишите, да, это правда, но так себя чувствует далеко не каждый человек, и кому эта свобода не нравится. Вам эта свобода подышала, значит, вам это подходит больше, что прямо противоречит тому, например, что в России вы чувствуете некоторую вражду. И это очень важно. Дальше. Дальше. Вы говорите. Жизнь там меняет человека и делает его свободнее во всём. Я бы сказал, что это не очень хорошо, когда что-то извне меняет человека. Это говорит о том, что человек не очень, как бы, сопримеровался. Не очень устойчив, к сожалению. Далее, вы пишите, возвращение назад, мы вдруг попали совершенно другую реальность, которая вразивная к нам. Кто мы, во-первых. Вразивная в чём? Я хочу жить в России, но Россия меня выталкивает. Представляете, вас никто не выталкивает. Просто вы, то, как вы себя чувствуете, в России, по вашему мнению, пока невозможно. Но является ли свобода истинной свободой, если она возможна только в определённом месте? Вот в чём вопрос. Почему свобода выбора невозможна? Возможна зависит от того, что понимать под свободу выбора. Ведь свобода выбора упирается в свободу выбора других. И в ту социальную и политическую реальность, которая существует на данный момент. Почему личная жизнь надо настроиться в угоду к каким-то традициям или предрассудкам? Нет, не должна. Это, скорее, ваше число вины перед этими традициями, перед предрассудками. Как преодолеть эту зависимость и перестать бояться? Это зависит от чего, от чувства вины избавиться можно. И от страха тоже можно избавиться, но от чего именно вы боитесь и от чего именно вы зависите. Понимаете, какая штука. То есть, опять же, если вы признаете, например, что где-то я себя чувствую лучше, если вы возьмёте на себя личную ответственность и скажете, вот, например, в России я чувствую, что, допустим, ну, вразивная реальность. Да, вразивная реальность. Ну, хорошо. Допустим. У вас есть выбор. Вы можете или признать, что это реально справедливо, что вам некомфортно в ней, и получается, что вы не хотите здесь быть. А значит, вы хотите быть где-то ещё. А значит, вы, ЕГОПРОВЫ, заплатите цену, цену за то, чтобы чувствовать себя комфортно, свободно и так далее, в другом месте. Это означает, что вы не хотите жить в России. Но поэтому вы говорите, я хочу жить в России, но она меня выталкивает. Никто вас не выталкивает. Просто общество, страна развивается в соответствии со своим путём. Это нормально. У любого общества, у любой страны свой путь, так или иначе. Он может быть хороший для кого-то, может быть плохой для кого-то, но он есть. И вы говорят, что я хочу жить там, где мне не нравится. Претендуете на то, что я хочу изменить общество. А общество намевается так. Вы либо принимаете законы этого общества, либо вы принимаете это общество, либо вы меняете свою дислокацию. Вот и всё. Поэтому основная ваша проблема в том, что вы не готовы платить цены за свои желания. Это значит, что вы не принимаете свои желания и, может быть, где-то в глубине души боитесь их реализовывать, потому что не знаете, как жить, если признаете свои желания. Вот бороться за свои желания вы можете, а жить с ними нет. Поэтому люди, например, после войны, да, вот побывав в горячих точках, например, люди не могут жить мирной жизнью, потому что бороться за что-то и спокойно жить – это разные вещи. И бороться гораздо легче, потому что это экстрим. А мирная жизнь – это капитин, это постоянный, это быт, это норма, ну, такая условная норма. Мне кажется, что когда в борьбе, да, в борьбе, в протесте – это вызов всегда. У вас даже вопрос такой, почему отсутствует свобода выбора и почему там личная жизнь должна строиться в угоду традиции. Не должна. Но вам это привычно, для вас привычная борьба, для вас привычная протестная риторика, не чем риторика свободного принятия себя и других и адаптация к этому. Вот эта риторика вам не знакома. Потому что эта риторика требует личной ответственности, эта риторика требует принятия себя и других, эта риторика требует готовность платить ту цену за свой выбор, а вы за нее выбор платить не готовы. Ну хотя бы вот очевидно, что в России вас выталкивают, хотя, я сказал, что никто вас не выталкивает, ну по ощущениям вас выталкивает в России, но приезжайте в другую страну и все, вот. Но вы хотите жить в России. То есть вот, знаете как, вот мне напоминает, такой может быть немного примитивный пример, но, вот этот белый медведь, вот иду я, я говорю, я хочу погладить белого медведя. Мне говорят, ну типа, ну типа, белого медведя убивают, да, это очень опасный зверь, не надо его гладить. Я говорю, ну я хочу погладить белого медведя. Ну вот иду гладить белого медведя, он мне откусывает руку, я начинаю сокрушаться, что он меня укусил и откусил мне руку. Говорю, вот негодяй, какой же высокий мир, почему он мне откусил руку? Ну это белый медведь. Я, как бы, отказался принять, что я, это я, простой человек, который слабее, а он белый медведь, хищник. То есть я пытаюсь поменять сущность того, что есть. Вот и вы тоже. Вы, как бы сказать, пытаетесь сделать так, чтобы люди, например, от которых исходят традиции и устои, чтобы они перестали вызывать у вас чувство вины. Но всё это всё не в людях, не в традициях. Дело в том, как это воспринимаете вы. Потому что, ну да, есть традиции, да, есть устои, есть большая, ну большая масса людей, которые этим следуют, которые считаются единственными верными, это правда. Но люди, которые не вписываются в это, люди, которые не вписываются в это, и которые бегут от этого, именно бегут при условии, ну при условии отсутствия прямой угрозы жизни и прямой опасности. Я не думаю, что это те люди, которые признают, которые принимают себя и других. Я думаю, что это те люди, которые ожидают от белого медведя, что он будет ласков и обижаются на него за то, что он их кусает. Я думаю так. Так что подумайте, подумайте, пожалуйста, об этом. Вот. Сейчас вы просто, вот основная мысль, которую вы транслируете, это то, что мне никто не должен угрожать, меня все должны принимать, меня должны любить такой, какая я есть. При том, что я себя не люблю, я себя не принимаю, я боюсь меня испытывать чувство вины. И вот окружающие должны сделать все, чтобы мне было комфортно. В том числе, вот, я была в Норвегии, и там, там мне комфортно. Там мне ничто не угрожает, там ничто не проверяет меня. А когда меня проверяют, я могу либо бороться, либо бороться, то есть вот, ну, уходить в какой-то протест. Либо испытывать чувство вины и поддаваться этому. Вот. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. До встречи. До встречи. Продолжение следует...